Корней Чуковский. Крокодил. Старая-престарая сказка. Часть первая. Жил-добыл крокодил. Он по улицам ходил, Папиросы курил, по-турецки говорил. Крокодил, крокодил, крокодилович. А за ним-то народ И поёт, и орёт. Вот урод так урод. Что за нос, что за рот, И откуда такое чудовище? Гимназисты за ним, трубочисты за ним, И толкают его, обижают его. И какой-то малыш показал ему шиш, И какой-то барбос укусил его в нос. Нехороший барбос, невоспитанный. Оглянулся крокодил, И барбоса проглотил. Проглотил его вместе с ошейником. Рассердился народ, И зовёт, и орёт. Эй, держите его, Довяжите его, Доведите скорее в полицию. Он вбегает в трамвай, Все кричат. Ай-яй-яй! И бегом, кувырком, По домам, по углам, Помогите, спасите, помилуйте. Подбежал городовой, Что за шум, что за вой. Как ты смеешь тут ходить, По-турецки говорить, Крокодилам тут гулять воспрещается. Усмехнулся крокодил, И беднягу проглотил. Проглотил сапогами и шашкою. Все от страха дрожат, Все от страха визжат. Лишь один гражданин Не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он боец, молодец, Он герой удалой, Он без дня не гуляет по улицам. Он сказал, Ты, злодей, Пожираешь людей. Так за это мой меч Твою голову с плеч И взмахнул Своей савлей игрушечной. И сказал крокодил, Ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков. Пожалей ты Моих крокодильчиков. Крокодильчики в Ниве плескаются, Со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка. Я зато подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков. Хоть и жарь мне твоих крокодильчиков, Но тебя, кровожадную гадину, Я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжора, жалеть тебя нечего. Много мяса ты съел, человечьего. И сказал крокодил, Все, что я проглотил, Я обратно отдам тебе с радостью. И вот живой городовой Явился вмиг перед толпой. Утроба крокодила ему не повредила. И дружок в один прыжок И спасти крокодила скок, Ну от радости плясать, Чеки Вани нарезать. Трубы затрубили, Пушки запалили. Очень рад Петроград, Все ликуют и танцуют, Ваню милого целуют. И из каждого двора Слышно громкое «Ура!» Вся столица украсилась флагами. Спаситель Петрограда От яростного гада Да здравствует Ваня Васильчиков. И дать ему в награду Сто фунтов винограду, Сто фунтов мармеладу, Сто фунтов шоколаду И тысячу порций мороженого. А яростного гада Да ло из Петрограда, Пусть едет к своим крокодильчикам. Он вскочил в аэроплан, Полетел, как ураган, И ни разу назад не оглядывался. И домчался стрелой До сторонки родной, На которой написано «Африка». Прыгнул в Нил крокодил, Прямо в Ил угодил, Где жила его жена крокодилица, Его детушек кормилица поилица. Часть вторая. Говорит ему печальная жена, Я с детишками намучилась одна, То Кокошеньку-Лелешеньку разит, То Лелешенька-Кокошеньку тузит, А Татошенька сегодня нашалил, Выпил целую бутылочку чернил, На колени я поставила его, И без сладкого оставила его. У Кокошеньки всю ночь был сильный жар, Проглотил он по ошибке самовар. Да, спасибо, наш аптекер-бегемот, Положил ему лягушку на живот. Опечалился несчастный крокодил, И слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить, Как же чай без самовара будем пить. Но тут распахнулись двери, В дверях показались звери, Гиены, удавы, слоны, И страусы, и кабаны, И слониха-щеголиха, Стопудовая купчиха, И жираф-важный граф, Высшиною стили граф. Все приятели друзья, Все родня и кумовья, Ну, соседа обнимать, Ну, соседа целовать, Подавай-ка нам подарочки заморские. Отвечает крокодил, Никого я не забыл, И для каждого из вас Я подарочки-припас. Льву-халву, Мартышке-ковришке, Орлу-пастилу, Бегемотику-книжке, Буеволу-удочку, Страусу-дудочку, Слонихе-конфет, А слону-пистолет. Только Татошеньке, Только Кокошеньке Не подарил крокодил Ничегошеньке. Плачет Татоша с Кокошей. Папочка, Ты не хороший, Даже для глупой овцы Есть у тебя леденцы. Мы же тебе не чужие, Мы твои дети родные. Так чего, Отчего ты нам не привез? Ничего? Улыбнулся, Засмеялся крокодил. Нет, проказники, Я вас не позабыл. Вот вам елочка Душистая, зеленая, Из далекой, Из России привезенная. Вся чудесными, Увешанной игрушками, Золочеными орешками, Хлопушками. То-то свечки Мы на елочке зажжем, То-то песенки Мы елочки споем. Человечим ты служила малышам, Послужи теперь и нам, И нам, и нам. Как услышали про елочку Слоны, ягуары, Павианы, кабаны, Тотчас за руки На радостях взялись И в круг елочки В присядку понеслись. Не беда, Что, расписавшись, Бегемот Повалил на крокодилицу Комод И с разбегу Крутороги носорог Рогом-рогом Зацепился за порог. Ах, как весело, Как весело шакал На гитаре плясовую заиграл. Даже бабочки Уперлись в бока, С комарами заплясали трепока. Пляшут чижики И зайчики в лесах, Пляшут раки, Пляшут охуни в морях, Пляшут в поле Червячки и паучки, Пляшут божьи коровки И жучки. Вдруг забили барабаны, Прибежали обезьяны, Трам-та-там, Трам-та-там, Едет к нам гиппопотам, К нам гиппопотам, Сам гиппопотам, Там гиппопотам, Ах, какое поднялось Рычанье, Верещанье И блеенье И мычанье. Шутка ли, Ведь сам гиппопотам Жаловать сюда Изволит к нам. Крокодилица Скорее убежала И кокошу и татошу Причесала, А взволнованный Дрожащий крокодил От волнения Салфетку проглотил. Некоторые думают, Будто гиппопотам И бегемот Одно и то же, Это неверно. Бегемот аптекарь, А гиппопотам царь. А жираф, Хоть играв, Взгромоздился На шкаф, И оттуда От верблюда Вся посыпалась Посуда. А змеи Лакеи Наделил Левреи, Шуршат По аллее, Спешат Поскорее Встречать Молодого Царя. И крокодил На пороге Целует У гостя Ноги. Скажи, Повелитель, Какая звезда Тебе указала Дорогу Сюда? И говорит Ему царь, Мне вчера Донесли Обезьяны, Что ты Ездил В далекие Страны, Где растут На деревьях Игрушки И сыплются С неба Ватрушки. Вот и Пришел Я сюда Чудесных Игрушках Послушать И небесных Ватрушек Покушать. И говорит Крокодил, Пожалуйте, Ваше Величество, Кокоша, Поставь Самовар, Татоша, Зажги Электричество И говорит Гиппопотам, О, крокодил, Поведай нам, Что видел ты В чужом краю, А я Покуда Подремлю. И встал Печальный крокодил И Медленно Заговорил. Покуда 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 И Буйвол Покуда 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 Людем Покуда 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 Сидят Покуда 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 высунул голову кит. Лялечка плачет и пятится, лялечка маму зовет, а в подворотне на лавочке страшный сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы всю души пят и рычат. Бедная, бедная лялечка, беги без оглядки назад. Лялечка лезет на дерево, куклу прижала к груди. Бедная, бедная лялечка, что это там впереди? Как гадкое чучело чудище скалит клыкастую пасть, тянется, тянется к лялечке, лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, чудище прыгнуло к ней, сапала бедную лялечку и убежала скорей. А на Таврической улице мамочка лялечку ждет. Где моя милая лялечка? Что же она не идет? Дикая горилла лялю утащила и по тротуару побежала вскачь. Выше, выше, выше. Вот она на крыше. На седьмом этаже прыгает, как мяч. На трубу вспорхнула, сажи зачерпнула, вымазала лялю, села на карниз. Села, задремала, лялю покачала и с ужасным криком кинулась вниз. Закрывайте окна, закрывайте двери, полезайте поскорее под кровать, потому что злые, яростные звери вас хотят на части, на части разорвать. Кто дрожа от страха, спрятался в чулане, кто в собачьей будке, кто на чердаке. Папа схоронился в старом чемодане, дядя под диваном, тетя в сундуке. Где найдется такой богатырь удалой, что побьет крокодилово полчища? Кто из лютых когтей, разъяренных зверей нашу бедную лялечку вызволит? Где же вы, удальцы, молодцы, храбрецы? Что же вы, словно трусы, попрятались? Выходите скорей, прогоните зверей, защитите несчастную лялечку. Все сидят и молчат, и как зайцы дрожат, и на улицу носа не высунут. Лишь один гражданин не бежит, не дрожит. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он ни львов, ни слонов, ни лихих кабанов не боится, конечно, ни капельки. Они рычат, они визжат, они сгубить его хотят, но Ваня смело к ним идет и пистолетик достает. Пиф-паф, и яростный шакал быстрее лани ускакал. Пиф-паф, и буйвол наутек, за ним в испуге носорог. Пиф-паф, и сам гиппопотам бежит за ними по пятам. И скоро дикая орда вдали исчезла без следа. И счастлив Ваня, что пред ним враги расселись, как дым. Он победитель, он герой, он снова спас свой край родной. И вновь из каждого двора к нему доносится «Ура!». И вновь веселый Петроград ему подносит шоколад. Но где же Ляля? Ляля нет. От девочки пропал и след. Что, если жадный крокодил ее схватил и проглотил? Кинулся Ваня за злыми зверями. «Звери, отдайте мне Лялю назад!» Бешено звери сверкают глазами. Лялю отдать не хотят. «Как же ты смеешь», — скричала тигрица, — «к нам приходить за сестрою твоей, если моя дорогая сестрица в клетке томится у вас, у людей». Нет, ты разбей эти гадкие клетки, где на потеху двуногих ребят наши родные мохнатые детки словно в тюрьме за решеткой сидят. В каждом зверинце железные двери. Ты распахни для плененных зверей, чтобы оттуда несчастные звери выйти на волю могли поскорей. Если любимые наши ребята к нам возвратятся в родную семью, если с плена вернутся тигрята, львята с лисятами и медвежата, мы отдадим тебе Лялю твою. Но тут из каждого двора сбежалась к Ване детвора. «Веди нас, Ваня, на врага! Нам не страшны его рога!» И грянул бой. «Война, война! И вот уж Ляля спасена!» И вскричал Ванюша. «Радуйтесь, звери! Вашему народу я даю свободу! Свободу я даю! Я клетки поломаю, я цепи разбросаю, железные решетки навеки разобью. Живите в Петрограде, в уюте и прохладе, но только Бога ради не ешьте никого. Ни пташки, ни котенка, ни малого ребенка, ни лялечкиной мамы, ни папы моего. Да будет пища ваша, лишь чай да простокваша, да гречневая каша и больше ничего». Тут голос раздался Кокоши. «А можно мне кушать калоши?» Но Ваня ответил «Ни-ни, Боже, тебя сохрани! Ходите по бульварам, по лавкам и базарам, гуляйте где хотите, никто вам не мешает. Живите вместе с нами и будемте друзьями. Довольно мы сражались и крови пролили. Мы ружья поломаем, мы пули закопаем, а вы себе спилите копыта и рога. Быки-носороги, слоны-осминоги, обнимемте друг друга, пойдемте танцевать». «И наступила тогда благодать. Некого больше легать и бодать. Смело навстречу иди носорогу. Он и букашке уступит дорогу. Вежлив и кроток теперь носорог. Где его прежний пугающий рог? Вон по бульвару гуляет тигрица. Ляля ни капли ее не боится. Что же бояться, когда у зверей нету теперь ни рогов, ни когтей? Ваня верхом на пантеру садится и торжествуя по улице мчится. Или возьмет, оседлает орла и в поднебесе летит, как стрела. Звери Ванюшу так ласково любят, звери балуют его и голубят. Волки Ванюши пекут пироги, кролики чистят ему сапоги. По вечерам быстроглазая серна Ваня и ляли читает жульверно. А по ночам молодой бегемот им колыбельные песни поет. Вон в круг медведя столпились и детки. Каждому мишка дает по конфетке. Вон, погляди, по неве, по реке волк и ягненок плывут в челноке. Счастливы люди и звери и гады, рады верблюды и буйволы рады. Нынче с визитом ко мне приходил, кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик. Вдруг неожиданно Ваню вбежал и как родного его целовал. Вот и каникулы. Славная елка будет сегодня у серого волка. Много там будет веселых гостей. Едемте, дети, туда поскорей.